В Петрозаводске больше нет аварийно-опасных участков. В прошлом году на улицах Карельской столицы было три места концентрации ДТП. Из-за изменений организации движения они исчезли. Об этом на планерке в мэрии сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Масляков. Оперативники ФСБ поймали террориста, который вербовал жителей Карелии. Мужчина пропагандировал международную террористическую организацию в соцсетях, а также склонил людей уехать в Сирию, чтобы участвовать в боевых действиях. Подозреваемый арестован. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы. 173 человека с коронавирусом, из них 32 ребенка, выявили в Карелии за минувшие сутки. Такие данные на своей странице приводит министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. 168 человек из них имеют симптомы заболевания. Четверо находятся в тяжелом состоянии. За сутки медики подтвердили смерть двух человек от COVID-19. Останки трех бойцов Красной армии нашли благодаря лесному пожару. Поисковики увидели следы боя после того, как огонь выжег верхний слой почвы. Нашли останки советских солдат на месте боя на границе Пряженского и Суаярского районов. Управляющую компанию заставили сделать ремонт в подъезде впервые за несколько десятилетий. Проблему жителей через портал «Народный контроль Карелии» выявил Центр управления регионом. По словам жильцов, в подъезде дома 1967 года постройки ни разу не делался косметический ремонт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова